Заработать на интернет покупка в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru, более 740 интернет магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и с вами снова говорящие руки без моей физиономии. Сегодня у нас в гостях носимая электроника. Да, честно говоря, на моём канале она в диковинку, не часто заказываю подобные гаджеты. Знаю, что надо, но в моей жизни они всё никак не приживутся. Вот почему-то не люблю я, чтобы на мне что-то висело. Я динозавр, так что не люблю. Ладно, буду стараться приобщиться и в связи с этим сегодня у нас на обзоре спортивные смарт-часы от компании MacApes. Во время распаковки я, разумеется, немного затуплю и буду коверкать название, так что на это не обращаем внимания. Модель данных часов UPG-06 или UPG-06, так сказать, даже название такое мотивационное получилось. Посылка до Краснодарского края шла около 22 дней. Все необходимые ссылочки, разумеется, будут в описании под видео. Ну что ж, дорогие друзья, приступаем к вскрытию. Погнали! Так, тут всё. И вот она коробка с самими часами, по всей видимости. Выглядит она достаточно интересно. По всей видимости, тут какая-то инженерная задумка. Сейчас мы будем с этим делом разбираться. Так, ну и всё, тут больше ничего нет. И первое, что я хочу вам сказать, так это то, что коробка действительно обращает на себя внимание. Хотя и не несёт какой-то полезной технической информации на себе. Только название модели. UPG-06, Maycabus, Maykibus. Господи, боже мой, как правильно произносится название данного бренда. Ну и вот изображение самих часов на коробке у нас. Так, первая ступень. Вторая ступень. И по центру наши часики без каких-то плёнок, без ничего вроде как, да. Ага, достаем их вот даже так с коробкой. Тут у нас встречает нас небольшая коробочка уже, поменьше, так сказать. И внутри неё у нас находится док-станция для данных часов, для подзарядки. По всей видимости, их просто так нельзя подключить к USB и заряжать. А вот нужна вот такая вот своя собственная док-станция. В сторонку и вот такая книжка. Хотел сказать о руководстве пользователя, но... Да, это руководство пользователя, но оно больше похоже на целую книгу. Так, обычно производители отделаются маленькой брошюркой и не более того. А тут вот как всё. Честно говоря, не вижу я русского языка. Пока что есть английский, ещё какие-то зарубежные языки. У меня русского, к сожалению, нет. Но есть картинки, так что будем разбираться, если что-то будет непонятно по картинкам. Вот они, часы. Не, по-хорошему они отсюда не выйдут. Их придётся тут отчехлить. Ага. Да что такое? Во. Ну и всё, в принципе. MyCaps IPGO6 или GoUpGo6. Вот так вот. Что ж, давайте-ка поделюсь первыми впечатлениями. Это, разумеется, ремешок, скорее всего, из гипоаллергенной резины у нас исполнен. И он такой вот, типа, софт-тач покрытия, приятное напыление присутствует. И мне, честно говоря, нравится данный ремешок. И его можно, если что, поменять. Потому что тут обычное стандартное крепление. Думаю, любые ремешки от сторонних производителей прекрасно станут на эти часы. Если кому-то не нравится чёрный цвет. Ну и вообще просто, как они исполнены, например. Ну и давайте-ка я сделаю немножко поближе, чтобы рассмотреть внешний вид данного девайса более тщательно. На лицевой стороне данных часов находится вот такая вот достаточно толстая, матерая рамка. По всей видимости, это не алюминий, это сталь. Потому что сами часы достаточно такие увесистые. Я не могу сказать, что они там тяжелые. Нет, в принципе, просто солидное устройство. Солидность его чувствуется, во всяком случае. Также на лицевой стороне у нас находится сам циферблат. Он у нас монохромный и не сенсорный. Это, в первую очередь, не просто умные часы, а умные часы для экстремальных видов спорта. То есть, на вроде гарминовских часов. Я не спорю то, что гарминовские часы стоят дорого, эти стоят недёшево. Но это такая вот более профильная, что ли, техника. Поэтому всё-таки ценник у неё достаточно кусочий. Но для людей, которым нужна такая вещь, это нисколечки не останавливает. Во всяком случае, измерение она даже должна проводить максимально точные для подобного рода техники. Так, что у нас тут ещё? На правой стороне находится кнопка «Назад». Хотя, это как посмотреть. Скорее всего, вот это у нас правая сторона. На правой стороне находится кнопка «Включение». Кнопка «Вверх», кнопка «Вниз». Это для переключения меню, по всей видимости. Также тут у нас слева находится кнопка «Старт-стоп». И «Назад-домой». В принципе, что ещё могу тут рассказать? Ну и сзади у нас располагается датчик сердцебиения и клеммы для подзарядки. Ну а в целом, что я могу сказать по внешнему виду данного девайса? Так это то, что он достаточно такой монолитный. Чувствуется качество какое-никакое. Тут у нас не soft-touch пластик, но пластик довольно-таки неплохой. Не могу сказать, ну вот не создаётся впечатление того, что это дешёвка. Нет, относительно, далеко нет. Нет, это порядочный такой девайс профильный, как я уже говорил. И давайте-ка, наверное, попробуем запуститься после дальней дороги. Всё-таки посылка шла около 20 дней. Но они, в принципе, сесть не могут. Да, ещё и практически полная батарейка у нас, а Bluetooth-значок. И вот циферблат выглядит так. Надеюсь, можно будет поменять, потому что он уж очень архаичный достаточно. Хотя, кому как. Давайте-ка попробуем пробежаться по разделам меню и освоить интерфейс данных часов. Что ж, разумеется, одной пробежкой дело не обошлось. Для того, чтобы охватить и продемонстрировать весь функционал часов, пришлось с ними кое-какое время даже пожить. Так что сейчас буду делиться ещё и своими впечатлениями. Ну а начну, разумеется, как я уже и говорил, с интерфейса. И тут всё просто. Просто, насколько это вообще можно только представить. Функционал, возможно, не самый большой. Тест Antutu на часах не запустишь. Этот девайс сугубо профильный. И от других смарт-часов, в которых можно даже в World of Tanks поиграть, отличается кардинально. Ничего лишнего, только функционал, связанный с жизнедеятельностью и спортом. В паре с износостойкостью и максимальной автономностью. Часы за 4 дня эксплуатации я даже не заряжал. Вот как пришли, так и пользовался. Да, ни спорю, не носил их, не снимая, пару часов они могли полежать на полке, но всё же старался приобщиться к прекрасному. Интерфейс устройства состоит из 8 вкладок. А именно, основной циферблат с часами, шагомер, мониторинг сердцебиения, компас, вкладка с отображением количества входящих звонков, а также смс, погода, ещё одна вкладка шагомера, но уже отвечающая конкретно за определённый промежуток времени или дистанцию. При активации или сбросе этого шагомера, данные из основного, отвечающего за суточный мониторинг, сбрасываться не будут. Также хочу отметить, что каждый из пунктов меню можно настроить. Для этого выбираем нужный пункт и жмём кнопку старт-стоп. Затем откроется вкладка, в которой можно отрегулировать нужные параметры и единицы измерения. Также, если на главном экране часов нажать эту же клавишу старт-стоп, откроется основной меню часов с настройками и дополнительным функционалом. Тут почему-то спрятались немаловажные, как по мне, функции будильника, секундомера, мониторинга фаз сна, настройки GPS-соединения, спорт-режимы, которые сильно привязаны к GPS. Также тут можно настроить предупреждение о превышении лимита нагрузок, как в плане вашего сердцебиения, так и пройденных за определённый промежуток времени шагов. Кстати, мониторинг сердцебиения мне действительно зашёл, да и в целом все датчики работают как положено. Надеюсь, большую часть от стоимости этих часов создатели вложили именно в датчики. По-другому аргументировать стоимость этих смарт-часов я лично не могу. Ну и к плюсам всего устройства могу отнести ещё и добротную локализацию. Шрифты не прыгают, ничего вырвиглазного нет. Ну и напоследок, пара слов о приложении Компаньоне. Скачать его можно по QR-коду, указанному в руководстве пользователя, да и в целом приложуха весьма добротная. Опять же, без кракозябра интерфейс, возможно, не самый дружелюбный, но с задачами по сбору и отображению данных с часов, да и в целом по мониторингу справляется. Активность можно мониторить по отдельным дням, неделям и даже месяцам. Все действия хранятся в базе данных. Перевод в приложении тоже не подкачал, так что пользоваться можно. В приложении вы найдёте 4 вкладки. Первая отображает, собственно говоря, данные мониторинга за сутки. Вторая вкладка – спорт. Тут показываются данные с выбранного вами в часах спорт режима. Третья вкладка – это некая социальная сеть. Тут можно следить за активностью у ваших друзей. Ну и последняя – это настройки синхронизации, уведомления, обновления прошивки и прочие настройки. В целом, девайсом я остался практически полностью доволен. С возложенными на него задачами он справляется. Единственный вопрос в цене, но если смотреть на альтернативы от Garmin, то она становится уже не настолько кусочей. Осталось, разумеется, только испытание времени, так как сколько проживут данные часы, может показать её только оно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео как можно скорее. Также посещаем нашу группу ВКонтакте, там публиковываем фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование. Ну и разумеется, не забываем экономить при помощи кэшбэк-сервиса Letyshops. Я самым частенько пользуюсь, он действительно меня выручает, так что и вам советую. Ссылка на него есть и также в описании под этим роликом. Ну а на этом всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. До новых встреч. Ну и разумеется, не забываем оставить своё личное мнение по поводу всего девайса в комментариях. С радостью с ним ознакомлюсь. Субтитры делал DimaTorzok